Всем привет! Мы на новом объекте в Репино парке. И сейчас мы будем монтировать подвесную водосточную систему производителя Аквасистем. С чего же начинается весь монтаж? Начинается с гидроуровня. Надо пробить все точки, все углы вернее, посмотреть нет ли разницы. И исходя из этого уже монтировать кулики. Сейчас все увидите. Судя по кровле, у нас воронка водосточная. Получается вон там где Сергеич стоит. И здесь будет у нас еще одна воронка. То есть нам надо получается отсюда, с этой середины, ввести воду в ту воронку. С этой середины ввести туда, в ту воронку. И отсюда, с этой середины, получается, туда разводим и туда. Сейчас ребята завернут в мембрану и будем проверять углы по гидроуровню. Так, здесь ставим. Ты ставишь... Да, вот и... Ром, выставляй ты или что? Я ставлю. Так, у меня льмейка еще померят. Кто-то должен быть за ноль. Так, здесь ноль? Да. Здесь ноль. Дайте покажу. По дождь я поставлю. Ага, чертно. 23. Вы стоите? 23. 23, вот. Это уже... Кто-то наступил. Это ноль, да, пошли в углу. Это угол ниже получается. На 23 миллиметра. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, Володь? Дай, Володь. Никто не взял. Я принесу. Роману надо. На, все. Давай, ка-ну. Стой, стой, стой. Стой? Угу. Сейчас успокоится, он болтается. Ставлю, ставлю. Есть, есть. Сантимин. Здесь выше на сантиметр, да? Да. Так, пиши. Давай отсюда, это все на сантиметр. А что, ноль-то, в принципе, да, вот он есть. Давай отсюда туда пойдем, Андрюх. Здесь надо писать, да? Нет, там она есть. Давай, иду. Хорошо. Вот. Так. 5 миллиметров. 6 миллиметров. 6 миллиметров. 6 миллиметров. 6 миллиметров. 6 миллиметров. Что, в центр будем бить? Зачем? Нет, сразу на все. Длину. 5 миллиметров. 6. А зачем она может отпустить на этого угла править? Вот этот угол. Так он у нас, нет? Правильно? Да? Да. Давай, сейчас. Давай, сейчас набегало. Вы должны, ты верил, что это 5 миллиметров. Давай, сейчас кинем. А 23-х миллиметров должно быть плюс 17. Нет. Давай, давай, сейчас посмотрим. Ну, давай. Тут, по идее, должно быть плюс 17 тогда. Ну, а линейка у меня? Вот, это так. Держу. Ну, примерно здесь 2 с половиной будет, наверное. Должно быть 23. Ну, 21 будет. Руки. 26. А то с тем того, 2. Да, 2 миллиметра выше. 20. Да. Ровно. Ровно? Ха-ха-ха. Или давай, это, в центр сейчас зайдем. Очень хорошего. Поверим. Да. Надо замерить, да. Середину замерить. На. 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 У меня длинная была 8 метров. Что-то 7 с милостью должен. Кого? Здесь 12, наверное. 8, тут что-то или 11. Ну, хорошо, да. Это хорошо. 4,50 раз. 4,52. 9. 2,63. 2,63. И того получилось 4,63. Пополам? 6 метров. 4,50. 5,80. 6,5. 1,50. Ну вот, 4,50-ка есть. К нему 100, к тому не добавлю. Сколько он? 11,63. 11,63. 11,63. 11,55, 81,5. А, пора. На это добавить надо. 11,50. Это 51,50. Это 51,50. Делим скат, короче, пополам. 21,50. 2,50. Ага. Ты, напиши. Угу. Угу. Ну и давай, теперь. наступил по ходу дальше получается мы разделили вот этот скат пополам у нас в этом месте будет соединение желобов вот соединение желобов каждую сторону по 20 сантиметров здесь будут какие у нас висеть отсоединение по 20 сантиметров далее измеряем трех метровый желоб вот у нас метка стоит край желоба от этого края тоже по 20 сантиметров и это расстояние от этого крюка или до этого крюка делим на равное количество крюков у нас получилось здесь 44 46 сергеевич где-то 44 с половиной 46 половиной в инструкциях написано там 600 миллиметров 60 сантиметров либо 90 но мы нарушаем инструкцию лучшую сторону поэтому делаем крюки чаще сейчас будем сейчас сейчас мы по кругу все разметим и начнем федеровать вот у нас машинка лежит такая смотрим дальше а что вы скажете будет Заметь, я молчаливый с утра. Вежливые люди сегодня. Очень вежливые. А скулы сводит. От вежливых. От вежливых и кубанских. Да, да, да. Трояга? Тут троечка. Вежлив, да? А на нашу я могу. Так, право. Пора, да. Сидай. 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 Один. Один. Двадцать семь. Один. Двадцать семь. На шесть. Будет четыре. Двадцать семь. Делим. Сидай. 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 Ну давай. Ну кто для вас нажимнет? Давай возьмем вот этот заправ rainfall по планере мангарния. Канадерин. 8 87 да? ага делали 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 делим на 4 получаем отличный размер 45 45 можно вот так сделать все так хорошо что он там не говорит сам будет ну это просто был лицом так же а не бывает почему ты? почему ты? да и пусть он тебе вот так положит все давай хорошо а что это вы здесь делаете? лиса? нехажется сейчас делается каркас конька сейчас делается каркас конька и и и и и Раскладываются крюки на каждый выпил. 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 по нижней точке костыля получается если бы здесь был про дух есть на данном случае про дыхает снизу отещали если бы здесь то у нас подых получается заходил бы из-под костыля сейчас покажу как это делается так парни не материтесь а то боженька язык отфигачит не покажу да неудобно два шнурка все сразу продаж андрей сергеевич как из меня ты наверно кого не скрываешь от бывшей наверно крюкогиб у нас выставлен по размеру и все крюки делать одинаково так друзья давайте подведем итоги по крюкам значит с чего все начинается еще раз приходите берете гидроуровень в любом случае она проверит скаты пробиваете углы в нашем случае получилось что один угол на два с половиной сантиметра упал относительно второго угла если как я показал вы парики разложите в ряд и сделайте разуклонку то есть такая возможность что вы поставить ее в горизонте поэтому обязательно проверяем все углы на кровли гидроуровнем вот это очень важно при монтаже подвесного желоба далее отмечаем там где у нас будут густоточные сливы воронки до находиться вот ставим там метки вот от места где у нас будет будет сама густоточная воронка отмеряем от центра по 20 сантиметров каждую сторону вот так же и дальше отмеряем у нас получается до желоба по 3 метра вот отмечаем по 3 метра по скату где у нас будет соединение желобов и этот промежуток делим на равное количество крюков у нас данном случае вышло где-то 40 где-то 44 где-то 47 но везде от 40 до 50 по нормам идет 60 сантиметров 90 но мы делаем лучше мы усиливаем желоб таким способом вот все мы разметили через каждый получается у нас получилось 45 там запустим сантиметров да где ну как где как вот берем фрезу и выбираем в обрешетке пас чтобы сюда в этот пас получался лег крюк и он не выпирал из-за обрешетки то есть если вы этого не сделаете у вас на 45 миллиметров крюк будет выбирать из обрешетки что плохо пальцевой кровли и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА